12.06 в Кирове продолжается программа «Разворот на бизнес» в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». С нами в студии сейчас Павел Миронов, коммерческий директор ОКЕРов «Спецмонтаж» и Дмитрий Тружков, директор филиала КЧКХ «Уралхим» и 211-101 номер телефона прямого эфира. Я сразу предупрежу, что наши гости уйдут после первого перерыва, и дальше мы будем подключать по телефону спикеров Урбанфорума. И у нас еще, я надеюсь, состоится прямая связь с Юрием Захаровым, генеральным директором компании «Железно». Поэтому, если у вас, слушатели, есть вопросы к нашим гостям в студии, звоните прямо сейчас, 211-101. Да, называется тема у нас «Счастливы вместе». Могут ли бизнес и городская среда получать бонусы друг от друга? На самом деле «Счастливы вместе», как выяснилось, это не только город и бизнес, это еще и бизнес между собой. То есть компании, которые объединившись, могут прийти, ну, выдать результат гораздо больше, чем каждый по отдельности будет что-то изобретать. А еще выясняется, что «Счастливы вместе» — это когда бизнес с горожанами. И здесь хотелось бы поговорить о том проекте, который прозвучал в первой части нашей программы, который теперь уже всем бизнесменам хорошо известен. Это проект поддержки местных инициатив. И я бы хотела просто сейчас через наш эфир поздравить Министерство социального развития Кировской области и Альянс консультантов инициативного бюджетирования, который 10 лет этот проект реализует в Кировской области. И он признан на федеральном уровне лучшей практикой Российской Федерации. Вот то, как он реализуется в Кировской области. На прошлой неделе вышел доклад. Это лучшая практика. То есть всем принципам по ПМИ, а это все-таки инициативное бюджетирование, что такое? Личное участие гражданина в распределении бюджетных средств. Для этого ты должен объединиться с соседями, объединиться с бизнесом и с властями для того, чтобы решить задачу инфраструктурную, которая стоит, или социальную, которая стоит в твоем... Вместе, где ты живешь. Да, вместе, где ты живешь. Поздравляем, коллеги. Но сейчас оказывается, что теперь уже бизнес тоже, почувствовав вкус, новое привносит в этот проект. Просто я скажу, что оба наших гостя занимаются по ПМИ, обе компании. Вот у «Ралхима» новый подход будет в следующем году. В чем он заключается? Ну, новый подход будет в следующем. Вообще, надо историю. С 2013 года «Ралхим» поддержал 55 проектов по ПМИ в городе Кирово-Чепецке. И, естественно, когда инициативные граждане к нам приходят и говорят, поддержите, мы инициативу поддерживаем. В общем, все, кто к нам обращаются, мы все инициативы на самом деле поддерживаем. На 2020 год уже 18 инициатив есть. 18 коллегам пообещали, ну, инициативным группам пообещали поддержку. Но изменения будут заключаться в следующем. Мы несколько проектов попробовали так обкатать в 2019 году, посмотрели, что получилось. Мы обещаем поддержку при условии, что инициативная группа еще вовлечет 2-3 помощника. Тем самым... Со стороны кого помощника? Со стороны бизнеса. Еще бизнеса. Еще бизнеса. У нас нет задачи уменьшить наши вложения в эти проекты. Когда привлекаются еще, это решается две задачи. Во-первых, увеличивается количество денег на проекте, он может быть больше, качественнее, красивее и так далее. Это первое. Потому что к нашим деньгам добавляются другие деньги. А второе, таким образом, точно будет вовлекаться еще большее количество предприятий в поддержку местных инициатив. Ну и вот 2018 мы поддержим в следующем году. Сколько еще выиграет, точно непонятно, но тем не менее, 2018, может, и все выиграют. Ну и если так, по 2-3, то порядка 40 предприятий мы еще вовлечем в эту активность именно в ППМИ. А в Кирово-Чепенске есть уже компании, которые тоже участвуют? Есть компании, которые участвуют. Например, компания «Галлополимер» в этом году включилась, в следующем году тоже уже пообещала стать таким титульным спонсором, как компания «Уралхим». То есть это пример, который на самом деле заразителен. Для других крупных компаний, и в том числе, когда есть титульный помощник-спонсор, и который ставит условия привлекить еще кого-то, мне кажется, это очень хорошо. Как вам такой опыт? Я сейчас обращаюсь к Павлу Миронову. Да, я считаю, что это отличная идея, на самом деле. У меня, знаете, такой простой вопрос был, а так можно было? Хорошая история, правда? Кажется, очевидные вещи, но ты к ним приходишь постепенно. Но Кировспецмонтаж тоже поддерживает проекты ППМИ? Да, мы на протяжении уже более пяти лет занимаемся проектами ППМИ. У нас идет адресная поддержка, это в тех микрорайонах, где мы являемся застройщиком, где у нас идет комплексное освоение. То есть у нас было уже три очереди по парку «Молодежный». Он где находится на ППМИ? Это в Чистых прудах. В Чистых прудах. Парк «Молодежный». Значит, у нас были большие проекты, большой проект, по-моему, и в этом году в Озерках был. Мы и микрорайон ДСК поддерживали, и в нашем микрорайоне тоже там поддержка была. А чего люди хотят? С чем к вам приходят? Ну, в основном, как правило, это прогулочные зоны. Прогулочные зоны. Ну, плюсом мы добавляем к этим историям, в частности, если Озерки рассматривать, то есть по ППМИ проект был, денег хватило, все равно ограниченный объем финансирования. То есть даже если мы дадим столько, сколько можем дать, все равно он… По проекту там ограничения есть, по-моему, да. Да, по проекту есть ограничения. Ну, не знаю, я не совсем, наверное, соглашусь. Может, я что-то не в курсе, что если там добавят еще кто-то, помимо тех сумм, которые вы можете добавить… Внешние могут добавить. Внешние могут добавить, а предел бюджетных средств есть. Плюсовая, понятно. Но объем бюджетных средств, он все равно ограничен. Абсолютно. Ну, все, тогда мы с Бодном том же. Ну, общий получается больше. Окей, окей, да, это согласен. А у меня в дополнение по их свече… Подождите, мы не узнали, что там в воде как-то. Да, ну, то есть там есть озера, которые заросшие… Это же озерки. Да, которые мы там сделали по моей дорожке вокруг, прогулочные вокруг этих озер. Ну, по параллельно там еще вкладываем средства в то, чтобы их вычистить, посадить там, сделать дополнительное озеленение. Где-то денег не хватает, мы дополнительную длину этих дорожек там увеличиваем. Ну, и так далее. Плюсом, там еще одно озеро есть достаточно большое. Вот сейчас по зиму и по нему будем работать. Тоже будем… И пляж будет свой? Ну, возможно. Возможно, да. Ну, вплоть до того, что озеро было там в зеленой рязке, все там. Мы там закупили там бактерии специальные, которые там все это… Пожирают, чистят. В общем-то, ну… То есть люди… Вот оно здоровье в городе. Людям-то чего хочется? Выйти из квартир, выйти гулять, безопасно гулять, дышать свежим воздухом. Походить с палочками, как называется. Походить с скандинавской ходьбой. Просто я знаю, Олег, что любитель скандинавской ходьбы. Или просто побегать. И просто побегать, походить, побегать, как это делают все европейцы, москвичи, там, и казанцы сейчас. Посмотрите, ты знаешь лучше мне в марафонах, какое количество людей стало принимать все больше и больше участия. И, конечно, хочется, чтобы среда была ближе к природе, и был бы чистый воздух, и глаз бы, чтобы отдыхал. То, на что мы внимания не обращали, в общем, достаточно долгое время. Такой индустриальный город, пустырь практически был. Хоть нам и говорят, что Киров зеленый город, но так наслаждаться этой зеленью, в общем, не очень приходится. Поэтому, когда структурирована среда, и она понятна, и она функциональна, то, конечно же, это совершенно по-другому работает с горожанами. Я все-таки задам вопрос Павел Алексеевичу. Понятно, есть озерки. Чистый комплекс, который делаете вы, там, есть чистые пруды, есть солнечный берег. Но как быть с Урванцева? Интересно, Илья Вячеславович просто сказал, что у вас есть тоже там проект, но там же несколько застройщиков. Есть ли там кооперация, или вы тянете на себе лямку? Хороший вопрос. Да, на самом деле, по Урванцева, ну, такая, знаете, больная тема. Вообще, когда заезжаешь в этот микрорайон, там сразу же бросаются глаза, вот, такого... Хаотичный застройки. Венегрет такой, я так назвал, да, видели там, да. Начинается там чуть ли не малоэтажка, потом там стоят такие столбы от московских домостроителей. Ну, и там дальше кто влез, кто подрыва. И только вот уже дальняя часть, там, к Михееву, дальше знак идет, уже какая-то упорядоченность, где уже появились, ну, как бы, не просто точная застройка. Всегда, когда точная застройка, как правило, вот, ну, сложно договариваться, и каждый строит по тем технологиям, по каким знает, умеет, вкладывает там в фасады те деньги, которые, там, считают нужным вкладывать и так далее. А когда вот комплексно, здесь уже формируется, ну, некая такая законченная картинка. У нас сейчас продолжение идет на другую сторону улицы Михеева мы перешли. Там интересный тоже у нас проект «Микрорайон Лайф» уже с другими концепциями, уже с закрытыми дворами без машин и так далее. Ну, то есть уже картинка будет получаться гораздо более интересной. Это такая «Нью Киров» будет, как «Новая Москва», «Новый Киров», вот там, в основном, в Урвенце складывается. Будем стараться с другим уже подходом и к благоустройству. Все-таки вопрос, получается, договариваться? Вернусь, да, к этой теме. Вы знаете, есть практики и тогда, когда получается. В частности, мы с компанией «Железно» участвуем в большом проекте в районе Метрограда, где красивая парковая зона строится. И мы в том числе тоже вкладываемся в нее, совместно делаем там проезд от улицы Московской до Метрограда. То есть вот это такая положительная практика, и она не может не радовать. Есть и отрицательные, к сожалению, такие истории, вот в частности по этому парку. По идее, мы его должны были здесь строить с Кировским ССК. Открою вам такую небольшую тайну. И с Денисом Леонидовичем в прошлом году такие договоренности были, что да, мы участвуем, пополам строим, потому что их дома достаточно, там много, у них три огромных дома. Здесь наши дома, соединить их в некой такой галереи пешеходной, все красиво сделать. Но что произошло, то произошло. Вот новое руководство компании решило, что они уже уходят оттуда, что им это уже не надо, неинтересно. Вы, в общем, ребята, давайте сами здесь занимайтесь. Вроде мы здесь помогать ничего не будем. Ну, что делать? Что принято? Какое решение принято, такое принято. Мы самостоятельно работаем, ведем этот объект, и я думаю, что все получится. Замечательная зона получается. Но там пока инициатив граждан нет, с точки зрения ППМИ. Нет, там ППМИ никакого нет, мы чисто за счет своего бюджета полностью этот проект делаем и городу будем его передавать. Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, во время которой распрощаемся с нашими гостями. Благодарим Павла Миронова, коммерческого директора Кировспецмонтаж и Дмитрия Тружкова, директора филиала, кировского филиала «Уралхима». Вам, спасибо вам. Вам, слушатели, предлагаем звонить 211-101 и рассказывать историю про наш город. И будем подключать, стараться, Юрия Анатольевича Захарова, как раз компания «Железно» помянутая здесь, и спикеров, которые приедут на второй урбанистический форум в Кирове. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко, Светлана Занькова, прямой эфир, 211-101, номер телефона прямого эфира. Сейчас попрошу связаться с Юрием Захаровым, который должен приехать в Ижевск. Надо сказать, что у компании «Железно» расширяется просто сфера деятельности. Они презентуют, насколько я знаю, сегодня в Ижевске свой офис и свои проекты. Юрий Анатольевич сам выходец из Ижевска, насколько я понимаю. Да, и в Ульяновске параллельно они это делают сейчас. То есть наша компания осуществляет экспансию уже за границей нашего региона. Интересно, что сюда транспорировались как раз идеи, проекты и тренды, которые в Ижевске возникали, мы знаем. А сейчас уже компания «Железно» будет транспорировать тот опыт, переносить тот опыт, который есть на работе на микрорайонах Кирова, в новые зоны. И, кстати говоря, что Ульяновск, что Ижевск, они и по платежеспособности повыше, и Пермь, я насколько знаю, если не ошибаюсь, будет. И запросы граждан уже повыше. Мы сейчас Юрий Анатольевича и спросим. Он, по-моему, на связи. Отлично. Юрий Анатольевич, добрый день. Добрый. Правильно ли Светлана сказала насчет вашей миссии в Ижевск? И в Ульяновск. Да, мы только что ехали в город Ижевск. А что вы несете туда? У нас сегодня презентация нашего проекта в городе Ижевске для большой профессиональной аудитории. Это секрет или можете в паре слов сказать, что за проект? В городе Ижевске у нас большой проект. Мы порядка полутора лет назад приобрели большой участок, 33 гектара, на котором мы планируем развивать проект среднеэтажной застройки, тоже проект комплексного освоения. Ну и вот буквально в прошлом месяце мы завершили все разрешительные вопросы, начали строительство, открываем продажи. Юрий Анатольевич, мы в течение полутора часов уже говорим на тему взаимодействия бизнеса и власти, но не просто взаимодействия и горожан. Ради развития городской среды. И один из вопросов важных, который мы затронули тут с руководством химкомбината и кировспецмонтажа, о возможности для кооперации между предпринимателями для решения каких-то задач. Знаю, что у вас такие проекты интересные есть с точки зрения кооперации. Может быть, даже есть смысл о них упомянуть. А вопрос на самом деле, вот в чем видите ли вы возможность именно на уровне города создать такой, ну не знаю, совет хозяйственных руководителей, тоже мы здесь обсуждали, который мог бы совместными усилиями решать вопросы городской среды. И в том числе, для того, чтобы не шли просители в каждую из компаний и просили дайте нам, а было четкое понимание, кто за что отвечает и какую лямку на себя берет, посильную лямку, посильную ношу, ради того, чтобы город не только налоги платить, да, и не только зарплаты, но чтобы и город преображался с целью его дальнейшего развития. У нас действительно есть истории с кооперацией. Как раз вот с уважаемыми нашими коллегами из Кироспецмонтажа мы реализуем и заканчиваем проект благоустроенного парка в районе нашего проекта «Метроград» и проекта «Капучино» компании «Кироспецмонтаж». Проект большой, там порядка 18 миллионов рублей мы вкладываем именно в эту общественную среду. Поэтому такие проекты могут иметь место быть, договариваться не всегда просто, поэтому я думаю, что ваша идея может быть вполне себе реализуема. Ну вот смотрите, в Кирово-Чапецке за стрельщиком выступил «Уралхим». По понятным соображениям, все-таки это крупнейший работодатель, крупнейшее предприятие по налоговым вычислениям формирует повестку в Кирово-Чапецке. А в Кирове есть такие компании или это администрация все-таки должна сделать ход и собрать вокруг себя предпринимателей, неравнодушных к своему городу? Ну, первое, на мой взгляд, такие решения или задачи, они все-таки должны быть добровольными. Это дело каждого, это некое побуждение внутреннее, либо оно есть, либо его нет. Поэтому заставить, наверное, людей будет сложно, но то, что будет единый организующий орган, это хорошо. По крайней мере, мы можем реализовать большие проекты, которые одна компания не потянет. То есть вы готовы подключиться, если такой призыв будет, и если соберут заинтересованные компании, руководители заинтересованных компаний? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, еще, Юрий Анатольевич, мы, конечно, делаем эту программу в преддверии второго Кировского урбанистического форума. Вот почему-то практически к концу программы, ну, к началу финальной части у меня возник такой вопрос. А вообще этот урбанистический форум, он кому нужен? Он нужен жителям, он нужен чиновникам, не знаю, для пиара или для решения реальных задач, для бизнеса? Ну, вот вы пытаетесь разделить, я бы, наоборот, объединил. То есть мы, вот всякие ровчане, все ячичи, вот раз живем здесь, мы создаем тот город, в котором нам хочется жить. Поэтому то, что нам расскажут лучшие практики мировые о том, как сделать наши города комфортными и приятными для жизни, это, мне кажется, польза для всех, и для властей, и для бизнеса, и для жителей. Да, то есть я-то тоже придерживаюсь, конечно, того же мнения. И, конечно, хотелось бы, чтобы жители туда пришли, пообщались напрямую между собой, и выслушали эти практики, и обсудили. Что касается компании «Железно», то хотелось бы, чтобы вы отметили, а как в «Железно» выстраиваются взаимоотношения, вот с бизнесом уже сейчас обсудили эти вопросы, а с жителями как выстраиваются? Вы сами их наталкиваете на какие-то идеи, хотелки, или они к вам приходят? Как вот эта коммуникация происходит? Ну, наша коммуникация с жителями уже строится путем общения их с нашей управляющей компанией, которая занимается обслуживанием нашего жилого фонда. Мы проводим очень много событийных мероприятий, субботники, общие праздники, и на этих мероприятиях как раз активные жители делятся своими идеями, которые мы стараемся реализовать на практике. И еще вопрос вот такой. Вы постоянно внедряете какие-то новые элементы и в архитектуре ваших микрорайонов, и в инфраструктуре микрорайонов. Вот тренд этого года, а может быть, уже какие-то новые у вас наметки появились? Это какие? Может быть, новые формы площадок? Мне кажется, это сейчас коммерческую тайну. Да нет, в Фейсбуке вообще-то Захаров все пишет. Но я хотела бы, чтобы он озвучил сейчас. Что нового пришло в голову вам в реализации ваших проектов? Ну, на самом деле, основной тренд, вообще самый мощный, конечно, цифровизация, в том числе не только самой квартиры, но и в целом микрорайона. Цифровизация. Да, мы этим активно занимаемся. То есть это единое программное обеспечение, которое связывает жителей, связывает их с управляющей компанией. Но в знаке ведь у вас это реализовано уже, насколько я помню? Это сейчас реализовано будет во всех наших проектах. Это программный продукт действующий. Называется он «Мажордом». И все жители наших микрорайонов подключаются, могут общаться в чатах, могут смотреть показания своих счетчиков, доступ к видеонаблюдению, открывать подъезды, получать доступ на парковки и так далее. То есть это вот тренд, который общемировой на самом деле. А еще, наверное, заключительный вопрос. На какой из мировых опытов вы смотрите? Не беру российский, наверняка тоже есть. При реализации своих девелоперских проектов, где черпаете вдохновение? Ну, если так, прям пытаемся везде искать. Но, наверное, самые применимые для нашего региона примеры мы видим в Финляндии. Наиболее развитая с точки зрения урбанистики страна. Очень похожий климат, очень похожие вопросы, которые надо решать, особенно в зимнее время. Схожий в каком-то смысле менталитет. Жители тоже мы такие достаточно суровые северные люди. Поэтому у них схожий уклад жизни. Поэтому мы зачастую смотрим в Финляндию для того, чтобы найти какие-то поводы для вдохновения. То есть скоро появятся деревянные социальные объекты и дома в ваших микрорайонах. Из бруса деревянных. Говорит Света, которая была в Финляндии и смотрела деревянное домостроение. Я тоже в это верю. На самом деле, это глупо неиспользованный телописус, который из Киевской области. Деревянные дома – это круто, на самом деле. Спасибо. Много технологий, которые позволяют делать дерево долговечным и безопасным. Именно. Мы видели это воочию в Финляндии и обзавидовались, честно говоря. Спасибо, Юрий Захаров. Вам удачи сегодня в старте продаж в Ижевске. Спасибо и хорошего дня. Спасибо, что позвонили. До свидания. Продолжается программа «Разворот на бизнес». И мы возвращаемся к программе самого форума. Надо сказать, что форум открывается, а, я уже говорила сегодня, круглым столом, который как раз говорит о взаимодействии. Сейчас я открою, у меня перескочила программа. О взаимодействии, сбалансированной развитии городских территорий, комплексной развитии всех микрорайонов города. Это будет дискуссия. И, Б, открывается форум выступлением Ильи Залевухина, основателя и руководителя архитектурно-городостроительной компании «Яуза Проект». Тема «Мастер-план как инструмент развития экономики города». И я попросила Илью записать нам комментарий, с чем он едет и что он думает о взаимодействии бизнеса и города. То есть это краткая преамбула, тизер, такое его будущее выступление. Честно, я не слышала, что сказал Илья. Я, честно, я доверилась нашему спикеру Иоанне Лапшиной, которая прослушала все. И надо сказать, что в прошлом году Илья Залевухин, и он часто очень выступает на федеральных каналах, он выступает за уплотняющую застройку исторического центра. Причем он не против высоток, если они в гармонии, и не против надстроек исторических зданий. Главное, чтобы это было с точки зрения архитектуры выверено все, для того, чтобы удобно и комфортно было всем. Давайте сейчас послушаем, что сказал Залевухин. Не послушаем. Перерыв тогда сейчас реклама. Сразу после рекламы послушаем, что сказал Залевухин. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Бизнес и урбанистика. Тема сегодняшней нашей программы «Город для бизнеса», «Бизнес для города». Могут ли они быть счастливы вместе? Прекрасный заголовок от Олега Прохоренко. А сейчас мы послушаем, что нам сказал на эту тему Илья Залевухин, основатель и руководитель архитектурно-городсостоятельной компании «Яуза Проект», который откроет практически своим выступлением второй Кировский урбан-форум. Второй раз я приеду на урбан-форум в Киров для того, чтобы сказать, что прекрасный город Киров может развиваться не за счет окраин, а за счет консолидации усилий бизнеса, владельцев земли, горожан и развивая свой исторический центр. Потому что на самом деле, конечно, развитие города, постоянное обновление города, оно лежит в руках жителей и бизнеса, который этим занимается. Это так было всегда. На самом деле, если мы посмотрим на наши исторические города, что было до революции, до 1917 года, мы увидим, что все здания строились в городе как раз бизнесом. И вся эта застройка, она индивидуальная, одновременно с благоустройством и развитием городской инфраструктуры. Тут нужен, конечно, совместный проект города, администрации города и бизнеса. В принципе, вся городская инфраструктура, инженерная, транспортная и социальная инфраструктура города делается, конечно, за счет налогов и одновременно на весь город поэтапно, но по единому проекту. А владельцы земли уже работают со своими участками в соответствии с правилами землепользования и застройки, которые тоже позволяют им в том числе делать и жилье. Должны позволять делать жилье, потому что жилые районы, даже построенные комплексы со школами, детскими садами, но вне города, это не Киров, это уже какие-то другие районы, которые должны быть обеспечены инфраструктурой, инженерной, транспортной, социальной. Для города это очень дорого, а, собственно, застройщик, бизнес потянуть такой район практически не может. Это невозможно. Получается либо очень дорого, либо очень некачественно. Поэтому только совместный продукт жителей, владельцев земли, бизнеса, администрации, специалистов, совместный продукт, совместная работа над развитием своего города, над благоустройством, развитием общественных пространств и над созданием, собственно, тех зданий, той архитектуры, которая становится индивидуальной как раз за счет того, что работают разные архитекторы, работают разные бизнесмены, работают на разных участках земли. Но все это сделано по комплексному проекту, по комплексному мастер-плану и создает уникальный вид уникального города Кирова. Илья Залевухин выступит 31 октября на Урбанфоруме на площадке Космоцентра. А сейчас с нами на связи Дмитрий Панюков, эксперт ОНОД, Центр пространственного развития Волгаэксперта. Это надо сказать сразу, что вот тема-то как раз, Олег, вот вообще наша, нашей программы, потому что тема самоорганизация предпринимательского сообщества как фактор пространственного развития. Это вот прямо в точку бьем. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Добрый день, очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете важным делать акцент на самоорганизацию предпринимательского сообщества? Ну, вы знаете, во-первых, само по себе развитие предпринимательства является важнейшим, если не определяющим фактором пространственного развития, территориального развития, особенно что касается малых городов и так далее. Данная проблематика, она особо важна. И вы знаете, здесь есть важные объективные обстоятельства, которые тормозят, в общем-то, вне даже зависимости от каких-то политических действий или стратегий поддержки малого предпринимательства, связанные с вообще факторами глобализации, их влиянием, с одной стороны, на финансовые системы, их институты, и с другой стороны, на институты рынков. И вот в основном поддержки малого и среднего предпринимательства, они во многом расходятся. И, ну, объективно расходятся, здесь не надо никакой охоты на ведьм, потому что, ну, финансы в современном мире становятся все быстрее, мобильнее, глобальнее, происходит укрупнение рынков, и им, в общем-то, объективно трудно работать с субъектами малого предпринимательства. В общем, как мы знаем, финансовые потоки, они в значительной мере становятся, скажем так, виртуальными, уходят на глобальные фондовые рынки, и крупным игрокам достаточно действительно сложно поддерживать малое предпринимательство. И, в общем, как показывает опыт многих зарубежных стран, ведущих, и, в общем-то, объективный анализ ситуации, что через именно создание неких предпринимательских объединений эта проблематика может разрешаться. И вот, в общем-то, об этом и хотелось поговорить на форуме, проанализировать ситуацию и предложить некие решения, которые, мы считаем, могут помочь в этой ситуации. Дмитрий, если можно, да, мы обсуждали тоже эту тему и брали опыт такого, не самого большого в Кирове, города Кирово-Чепецка. Там инициатива шла от одного из крупных предприятий. А вообще кто должен инициировать этот процесс? Муниципалитет, предприниматели, группа предпринимателей или какой-то крупный большой бизнес, который скажет, что все, не надоело тащить все на себе, давайте объединяться? Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь, ну, во-первых, процесс должен быть обоюдным, да, то есть двунаправленным. С одной стороны, здесь необходима и инициатива от муниципалитета и, конечно, должна быть и встречная инициатива от предпринимательского сообщества. Ну, также, да, есть, в общем-то, и известные практики, есть примеры, когда это работает по инициативе крупных градообразующих корпораций. Это тоже возможно, но мне кажется, что это несколько более субъективный процесс и, может быть, несколько более сложный, не всегда работающий, а вот первый вариант, он, наверное, может работать практически всегда. Спасибо большое. Ждем вас на урбанистическом форуме. Благодарим. Хорошего дня. Значит, лекция Дмитрия Панюкова состоится на главной площадке форума 31 числа. Это будет Космоцентр с 14 часов. А сейчас я попрошу нашего редактора Анну Лапшину связаться с Дмитрием Смирновым, консультантом Минстроя Российской Федерации по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. Дмитрий был в прошлом нашем форуме и сходил там Люльченко. И как раз, вот, между прочим, Люльченко в этом году прорыв совершила с первым сквером. Солнечная Люльченко великолепный. А завтра, надо сказать, что будет интернет-сессия с Дмитрием по оврагам засора, на которую мы приглашаем бизнес заинтересованных общественников и специалистов. Если вы хотите в ней принять участие, нужно связаться с ВУЗом, с пресс-центром ВУЗа. Это будет интернет-сессия с дальнейшими планами новой разработки схемы трансформации оврагов, уже исходя из того, что у нас действуют новые нормы в Кирове. Уже застройка там полностью запрещена. Больная для света тема, потому что она живет рядом с недостроением в овраге. И практически с флагами ходила, когда начали строить там непонятно что, так и недостроили. Так и недостроили. Там сейчас молодежь нюхает клей. Каждый вечер я это вижу, между прочим. И я хочу сказать, что овраги больная тема для всех, потому что это, с одной стороны, могла бы как раз такая быть основной скелет здоровья этого города, а пока что он находится в запустении. И хуже того, готовясь к стройке, там вырубили вообще все деревья. И мы просто оголили все эти овраги. Склоны ползут. Воздух хуже. Звук теперь доносится улице Ленина и Карла Марксом. Ну, улице Ленина в основном до домов. И вот, конечно же, хорошо бы, чтобы через эти встречи в том числе у нас сдвинулся вопрос. Кстати, буквально в пятницу проходила встреча по проекту Соборная площадь 2020 в Слободском. И там представляли семь проектов. В том числе были проекты, интересные по организации общественного пространства в оврагах. Это вот просто в тему. Я и думаю, что в Кирове что-то подобное нужно. У нас на связи Дмитрий Смирнов, консультант по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. Да, Дмитрий, добрый день. Добрый день, коллеги. Да, и предварительно я с вами говорила вчера, предварительно я как раз попросила связать эту судьбу наших оврагов за ссоры и интерес бизнеса. Могут ли они как-то стыковаться? Да, смотрите, почему вообще важно бизнесу работать с городскими пространствами. Когда мы говорим о развитии общественных пространств, мы подразумеваем, что подразумевать, принимать участие в их развитии должны разные интересы. Профессионалы, местные жители, инициативные горожане, сообщества, активисты, объекты, расположенные рядом, политические субъекты. И экономические субъекты это также одни из интересантов развития общественных пространств. Это, например, предприниматели, торговые объекты, девелоперы, застройщики, собственники, арендаторы зданий и земельных участков. У них часто есть ресурсы. Но это ведь не значит, что они должны застраивать киосками овраги, да? То есть это другой интерес. Да, смотрите, но многие боятся, что участие бизнеса это вот непременно логотип на каждом столбе, аттракционы за забором, киоски вот эти стрёмные и баннеры с агрессивной рекламой. Но можно подходить по-другому. Вот смотрите, вообще в чём интерес бизнеса. Вкладываясь в общественное пространство, вообще капитализируются активы, повышают стоимость недвижимости. То есть, например, это может быть на ярком примере девелоперов. Ты строишь неподалёку, вкладываешься в парк, тебе совершенно необязательно там лепить свою рекламу, застраивать его, но ты меняешь восприятие района, люди по-другому относятся, лучше покупают твою недвижимость, а пользоваться общественным пространством могут все. Оно остаётся общественным. Потом часто люди на самом деле просят и хотят места, где можно, не знаю, купить воды, мороженого детям, согреться зимой, поесть. И такие точки могут выглядеть уместно и привлекательно, даже в природных зонах. В том числе, потому что у места операторы появляются, которые следят за территорией чистотой, порядком, наполняют место событиями. И на самом деле ещё возможность для позиционирования. Потому что можно тратить рекламный бюджет на баннеры по городу, а можно вкладываться в городские проекты и транслировать через это ценности компании. Создавать образ, выстраивать доверие. Это я вам сейчас как маркетолог говорю, это правда работает. Поэтому на самом деле, мне кажется, работать с бизнесом можно, но действительно регламентируя то, как, допустим, выглядит точка предпринимателя, если, допустим, мы говорим о каком-то объекте, о том, что там происходит, условно говоря, можно же задать функцию, что это там условно семейное кафе какое-то небольшое или такой летний небольшой павильончик с мороженым и так далее. Да. Понятно. Завтра об этом пойдёт речь, насколько я знаю, на интернет-сессии, в которой вы принимаете участие. В том числе об этом, да. То есть мы завтра, на самом деле, проводим такой обучающий семинар по соучаствующему проектированию, как раз по оврагу засора. И в том числе будем говорить о том, какие различные городские субъекты можно в это вовлекать, почему им это интересно и почему все вместе мы можем сделать качественное общественное пространство. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Смирнов. Спасибо и до свидания. Увидимся и услышимся на Уорбан-форуме, который состоится уже 31 и 1 ноября. Олег Прохоренко, Светлана Занько. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok